Нынешние очередные пляски вокруг истории, которые стали особенно омерзительными потому, что сейчас в попытке никого не обидеть и поэтому соблюсти интересы государства, у нас написан абсолютно невнятный учебник истории, где, кажется, даже монголо-татарская ига исчезла, будет вызывать только одно – скорбь у учёных, омерзение у публики и скуку у учеников, которые заведомо будут знать, что они врут, вернее, что им врут. Что касается настоящего учебника истории, то существуют прекрасные образцы таковых, например, гимназические учебники столетней давности. Я их читал и могу сказать, по сравнению с тем, что делается сейчас, это были просто шедевры объективности, где, между прочим, даже каких-нибудь декабристов не то что не замалчивали, о них не было сказано ни единого худого слова, и это в гимназическом учебнике царского времени. Так вот, в этом отношении я думаю, что для того, чтобы дать вашим детям хорошее образование, ищите на гугл-книгах старые учебники того времени, а советскую историю можете рассказать детям сами. Спасибо. Спасибо. Спасибо.